Букингемский дворец в Лондоне является самым большим королевским дворцом в мире. Площадь территории составляет 20 гектар, 17 из которых – это сады. Что касается площади самого здания, то она составляет 77 тысяч квадратных метров. Еще немного цифр – 640 тысяч фунтов стерлингов. Такую сумму обошлась реконструкция дворца во времена королевы Виктории. 775 – количество комнат, из которых 188 предназначены для персонала, 78 – ванные комнаты, 52 – для гостей, 92 – это офисы, 19 – те, что доступны посетителям. Многие комнаты целенаправленно не подвергались ремонту более 60 лет. Связано это с желанием королевской семьи максимально сохранить первоначальный вид дворца. Парадная столовая и большой зал привлекают внимание красным шелком на стенах и золотой отделкой. Парадной столовой также находится роскошный стол, сделанный из натурального красного дерева. За ним одновременно могут поместиться 600 человек. Когда помещение готовится к обеденным и другим мероприятиям, стол моют специальной тряпкой и шваброй. При этом стоять в этот момент приходится прямо на столе. Интерьеры дворца прекрасны тем, что здесь можно увидеть почти любой стиль архитектуры – английский, традиционный барокко-рококо. Каждый желающий может узнать, находится ли на данный момент королева в своих покоях или нет с помощью флагов. Если над королевским дворцом развивается красно-синее знамя с позолотой и символикой монархии, значит ее величество дома. Если же над дворцом замечен государственный флаг Соединенного Королевства, значит королева уехала из дворца. Но поскольку дворец открыт для посетителей только пару месяцев в году, когда Елизавета уезжает, то придя на экскурсию во дворец, вы обнаружите государственный флаг. Гостей сперва встречает памятник королевы Виктории на Дворцовой площади, выполненный из белого мрамора и украшенный позолотой. Стоил данный памятник королевской семье 700 тысяч фунтов, а если точнее, примерно столько пришлось отдать за карасский мрамор. Говорят, что когда король Георг V увидел памятник своей бабушке, он был настолько потрясен и очарован его красотой, что даже удостоил скульптора Томаса Брокка званием рыцаря. Пройдя сквозь дворцовые ворота, гости попадают в монаршие покои. Самый популярный зал – тронный. Логично, что каждый слышно название зала представляет себе трон, но его там нет. Зато вместо трона там расположены два больших кресла, на которых указаны инициалы Елизаветы и ее мужа Филиппа. Здесь монархи восседают тогда, когда принимают официальные поздравления или участвуют в фотосессиях. У гостей также есть возможность увидеть в рамках экскурсии свадебное платье Кейт Миддлтон, а в комнате караула полюбоваться гобеленами и скульптурами 19 века. Белый зал опшит шелком, белым и золотым. Здесь собраны античные экспонаты, а еще здесь находится маленькая потайная дверь, которой пользуется сама Елизавета. Галерея королевы представляет собой самую длинную комнату. Ее размеры достигают величины двух теннисных кортов. Здесь проходят выставки личных коллекций монархов. На каминах из белого мрамора находятся барельефы известных живописцев, среди которых Тициан, Леонардо да Винчи, Ван Дейк. Сад на территории Букингемского дворца заслуживает отдельного внимания. Он раскидывается на 40 акров и включает в себя более 300 видов полевых цветов, 150 разных видов деревьев, 30 видов птиц и множество разновидностей бабочек. На территории также имеется озеро со своим маленьким островом, на котором держат итальянских медоносных пчел. Билет во дворец не из дешевых. Стоит он 25 фунтов для взрослых и от 14 для детей. Бесплатно к магии дворца тоже можно прикоснуться, став очевидцем смены караула. Летом она происходит ежедневно в 11 часов, а в другое время года по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. В то же время более детальное расписание можно также посмотреть на сайте британской армии. Дворцовая стража в ярко-красной форме и больших черных пушистых шапках – чуть ли не первая ассоциация, когда речь идет о Букингемском дворце. Гвардейцы придворного дивизиона проводят церемонию на глазах у сотен зрителей с характерной непоколебимостью. Со стороны действия напоминает театрализованный спектакль, в частности благодаря музыкальному духовому оркестру, создающему еще более торжественную атмосферу. Кстати, первые такие высокие шапки, их высота достигает 46 см, появились впервые у английских солдат в 19 веке при битве в Атерлоу. Необходимость именно в таком головном уборе была продиктована тем, что вместе с ними солдаты оказались выше и, соответственно, сильнее. Шапки нынешних караульщиков выполнены из медвежьего меха. Гринпис негодовал по этому поводу, но английские традиции были сильнее. К тому же шапки переходят от одних стражников к другим, а потому нет необходимости постоянно создавать новые. Так что медведям исчезновение не грозит. Что касается цвета, выбранного для охраны, то причин для этого было две. Во-первых, в период, когда создавалась форма, красный краситель был одним из самых недорогих. Так королевская семья потратила на форму охранников не так много денег. Во-вторых, красный цвет считается самым сложным для различия на дистанции, согласно военной стратегии. Как живется в Букингебском дворце? На самом деле, это загадка, которую до конца разгадать пока не удалось. Что касается жизни персонала, то в основном им жаловаться не на что. Сотрудники имеют право на пользование всем, что необходимо, начиная от медицинских услуг и заканчивая тренажерным залом. И ходить далеко тоже не приходится. Медицинские кабинеты имеются в том числе и на территории дворца. Территорию дворца в принципе можно назвать небольшим городком, потому что помимо медкабинета здесь имеются и другие необходимые заведения, почтовое отделение, кафе и даже кинотеатр, библиотека, бассейн. Имеется также часовня, а персонал периодически коротает время, пока поют в местном хоре. Сама же королева живет в северной части дворца, где находятся частные апартаменты. Когда был жив ее муж, принц Филипп, они вместе оплачивали меблировку и содержание апартаментов в девять комнат. Комнаты включали в себя отдельные комнаты для королевы и ее мужа. Елизавета предпочитает спать с открытыми окнами, независимо от того, какое время года на дворе. При всем том, что дворец является важным местом для семьи королевы, он не является ее частной собственностью. Дворец находится в доверительном управлении Crown Estates. Кстати, в сериале Netflix Corona мелькают довольно часто сцены в здании дворца, однако в самом дворце на самом деле съемки сериала никогда не проходили. Сцены были сняты в таких зданиях, как Lancaster House, Ильский собор и Elton Palace. В своих следующих выпусках я расскажу о шотландском замке, стоящем на потухшем вулкане. Мы побываем в городе, где снимали фильм «Храброе сердце». Отправимся в Северную Ирландию на место, где строился Титаник. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить эти выпуски. А если вам интересно узнать больше о зарубежном образовании и учебе в Великобритании, переходите на канал Smaps Education. Линк вы найдете в описании к данному ролику.